здравия соратники и сегодня мы еще раз поговорим про мастерство средневековых и 18 века крепостных которые медными зубилами в лаптях буквально бородатые неграмотные делали вот такое причем на стыках не видно никаких швов это монолит причем по всему питеру и так я предлагаю посмотреть на эти вещи повнимательнее и при этом я предлагаю живые съемки живыми называют съемки без панорамных каких-то общих видов а именно детали детали которые которые вам никто не покажет без какого-то нудежа без общих фраз без официального бреда бредятины которые нам распространяет официальная история про кулькуль улюторный слой и про мастерство крепостных дело в том что вот такие размеры нигде невозможно сделать даже вот в нынешнем веке в нынешней ситуации с нынешней технологии закопанные первые этажи и 5 6 метровые пролеты огромные блоки и непонятна технология по которой вот эти монолитные стойки изогнуты повторяя официальная история это все 18 век это дом книги зингер в питере начнем с этого а позже перейдем к вишенке на торте это так называемый спас на крови спас на крови это копия другого собора которые находятся в москве но как бы делали разные люди в разное время но это копия я говорю о василии блаженном ну и сам питер тоже замечателен даже тем что вот обычный магазин на углу возле собора так называемой казанской божьей матери который построен исключительно для помолиться и исключительно потому что нельзя было изображать народа в ватниках каких-то бородатых людей русских мужиков изображали так называемых греческих богов и непонятных ангелочков вот дом книги зингера я немножко убрал свой личный голос как бы который которым я комментировал потому что очень большой уровень шумов я подумал что проще мне почти то же самое рассказать таким вот закадровым голосом записывать высота потолков интересненькая никакого тамбура теплового тепловой тамбур был сделан позже высота не для обычного человека это явно минимум 6 метров весело забавно но вернемся к в к входу тоже очень редкий способ как-то ук украсить который мы сейчас не используем вот эти вот витие ваты это даже не литью это неизвестно кто как сделал а вот тут как всегда мы видим на стыках никаких шоу более того вот эти вот блоки можно посчитать примерно это примерно один метр у меня шаг 4 метра 4 метра и такого везде вот кстати можно было увидеть уровень шума оригинальный кстати подход питерцы замечательный во всем они отличаются от москвичей своим подходом к жизни даже идет таки работает ой ладно каждый вы все первый раз да и каждый у нас у них 2 да 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 и всегда в первый раз ну ладно немножко отвлекаясь если пропустить мой юмор можно вернуться к серьезным вещам и серьезные вещи это вот даже вот эти вот как бы держатели ламп понятно что проводов никаких не было и явно они не сконструированы для какого-либо газа да и газа не было на лампы были никаких средств от того что там какой-то жир не знаю барсучей либо китовый был тоже нет то есть было какое-то освещение какое я уже разбирал в других роликах ну естественно работа на таких высотах тоже не могли быть без современных кранов без его аналога лесами какими-то досками это не сделать и так вот эти вот изгибы вытащить тоже непонятно совершенно как это было сделано как 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 Вот совершенно невообразимые переходы от чего-то круглого, от колонны к квадратному основанию. И совершенно замечательный, непонятный, не до конца стертый герб. Какие-то треугольники, подозревая глобусы, тогда так рисовали, потом какие-то стрелки и непонятные животные наверху. В общем, не все еще стерто, не все еще уничтожено и многое можно поизучать и позадавать себе вопросы. Помимо того, как это сделано, еще что это означает. На канале Целинозор много информации о том, как что-то могло делаться и что это означает. Вот, к примеру, почему такой формы балясины стоят на входе в Спаса на Крови так называемого. Почему такие кресты, тоже вопрос. И почему именно такие, которые минимум 200 лет вот этим вот узорчикам и этому кирпичу. Удивительное сочетание кирпича, красного кирпича, желтого и литья. Это не камнерезное искусство, они резали это. Слишком чистый камень, слишком его много, слишком он разный. И слишком не христианские символы здесь. Хотя, конечно, официальная история утверждает, что это все сделано исключительно для помолиться. Ну вот мы входим внутрь так называемого Спаса на так называемой Крови. И тут без комментариев. Качество камнерезных работы искусством мастеровых крепостных зашкаливает. Нету швов, нету швов, монолит, монолит, монолит. Примерно 5 сантиметров видно, что толщину плит. Не знаю, как-то шпон назвать или что каменный, которым наклеили, как-то приклеили, приделали. Явно, что само, да, нету из кирпича. А вот отделка каменной, поскольку она более дорогая. И вот этот вот камень, ну это выше всяких похвал, он выглядит абсолютно как натуральный, с прожилками, со всеми делами. То есть не видно. Но вот как вот это все делали, непонятно. Сверлильные, шлифовальные станки, качество отделки пола, где явно видно, что это разные плиты, но они соединены так, что не видно никаких швов. А здесь, вот как мы в углу делаем. Мы делаем, мы обычно две доски соединяем, распиливая под углом 45 градусов, получается угол 90. И складываем. И угол всегда именно вот на стыке. Шов всегда на углу. Шов имеется ввиду между двумя досками. Здесь такого нет. Вот величина, величие этой конструкции, которую построили исключительно для помолиться, просто зашкаливает. На полу ничего христианского я не вижу. От слова совсем. Если выше, узорчики какие-то налепили, якобы христианские, ну, просто нарисовали. Потому что вот внизу ничего нет. Солнышки какие-то, стоячие волны, на мой взгляд. Устройство вселенной и так далее, звезды. Но ничего христианского нет. Ни одного швового крестика. Как, Карл, как? Швов нет вообще. Слово совсем. No, no grape. Швов нет вообще. Тут есть. Тут нету. Как? Ну, цензурных слов у меня просто не осталось. Потому что сделать две плиты под углом 90 градусов, ну, это сравнимо с, не знаю, современными пластиковыми, ну, с заливкой. Как пластиковые углы такие есть, пластиковые наличники углом идут. Вот здесь то же самое. Та же самая технология, но как мы сейчас обращаемся с пластиком, ничего нового. Так кто-то когда-то обращался с камнем. Различного вида, качества и крепости. Потому что без алмазных дисков обработать этот камень невозможно. Где алмазные диски, где вот такие вращения. Вот это я как пластилином залепили. Вот это вам никто не покажет. Видимо, что-то там не так было, какая-то заусенница, я не знаю, шероховатость. И залепили просто, вот, за платочкой. Нормально. Просто скамеечка. Но она, блин, каменная. По-моему, деревянные лавки проще было поставить. Но сделали каменную. Причем зачем-то с дырдочками внутри. Вот, опять же. Непонятный зеленый камень, это не малахит, не изумруд, а с переходом в черный. И мы видим, что углов, на углу никаких швов, соединений нет. А выше плита каменная около 5 сантиметров. Ну, ладно, пите, я покажу двухмиллиметровую накладку на более тонких работах. И опять же, вот, типа противовеса, шишечка такая. И там что-то было. Имеется в виду красная ртуть. Наверху то же самое. Ну, не от дождя вот эти вот купола. Не от дождя. Один главный, несколько подстроечных, которые дальше распространены стоящие в волну. Ну, это всего лишь мои фантазии. Нарисовали непонятных мужиков, да. Но нигде этого нет на камне. Нигде камнем ничего не выложено. Ничего христианского нет, повторюсь. Ни одного, якобы за 2000 лет, делались различные статуи, но ни одной статую Христа, так называемого, на кресте распятого нету. Это главный символ христианства. Все это здание в его честь, скажем так, построено. Но изображают цветочки, чуть позже покажу. Изображают все, что угодно, но не Христа. Ну вот как это сделано? Как это отрезали? Как это приклеили так, что за минимум за 200 лет не отклеилось? Я не представляю. А чтобы отшлифовать, нужно тоже иметь специальный абразивный инструмент. Вот этот камешек, зелененький. Там есть вообще как малахит. Там есть как изумруд. В общем, зеленый, что-то как змеевик даже есть. Различные виды камня. Не передаваем. Вот это что за материал? Я не знаю, но это цельный. Подназываемый престол. Это тоже монолит. Южный киот. Там в центре было какое-то пространство. Туда влепили иконы. Иконы не родные. Они нарисованы. А вот это родное. Оно в настоящее неповторимое. Ни одного шва. Это был монолит. Вот. Соединили две половинки. Вот тут на соединениях никаких швов. Никаких. Как это слепили? Как вот эти изгибы сделали? Вот швов нету. От слова совсем. Специальные детали на швы. Вот этих живых съемок вам никто не покажет. Кунгуров показывал когда-то, но не в такой детализации. Я специально зумом большим делаю акцент на соединение. Больше никто об этом не говорит. Много каналов балаболок, много чего просмотрел. Нигде никто почему-то не показывает именно серьезные вещи. Железные доказательства того, что мы не то, что были раньше. Что у нас другая цивилизация абсолютно. Нам промыли мозги. Нам дали ложную историю. Общую. Мировую историю. А где ложная мировая история, там и ложная история религии. Кто-то может отделить историю религий от мировой? Я, например, не могу, ибо это единое целое. А если мы ничего не знаем про реальную историю, то как мы можем узнать что-то про историю искусств, историю науки и историю религий? И, соответственно, где гарантия того, что эти здания все для помолиться? Неважно, здание с полумесяцем, хотя полумесяцев никогда тоже не было на фортах 19 века. Наоборот, на так называемых мечетях. Совершенно другие символы наверху, и так называемых, как это у иудеев-то, синагогах тоже самое, другие символы. А шестиконечные звезды, они, как правило, почему-то в Европе располагались, на некоторых фотографиях 19 века видны. Там, где они должны располагаться, в Израиле почему-то именно вот рожки там. И там даже не полумесяц, там вот как бы рожки, резонаторы другого клана были на разных местах. Очень странно, очень много вопросов у меня к истории религий. И так вот, на камнях мы не видим ничего, что напоминало бы и указывало бы на религию. Вот я на месте у сверххристанутого религиозного человечка, кто-то кресты нарисовал. И вместо вот там ягодок, цветочков и прочего, тоже какой-нибудь лик Богородицы и так далее. Ну, у меня просто нет слов от наглости официалов. Молотки и зуби, молотки просто. Медные причем. На уровне технологий того времени невозможно это сделать. Просто невозможно. А если это было возможно, почему мы не видим ничего из такого в обиходе, если это было масса. А я вижу, что это было масса. По всему Питеру гуляю, показывал. Везде в основании, везде в лицах изданий такое качество. Вот. Просто закладку положили, а тут прилепили плиту. Как-то сложили. Как? Опять же, никаких углов соединений не видны. Соединения не на углах, соединения именно на стене. Таким образом, вот угловое соединение, наличник так называемый, сам угол. Он сложен под углом 90 градусов и как бы... Ну, у меня нет слов. Бесшовное соединение какое-то. Мы как уголком накладываем. Тут то же самое, но с очень твердым камнем. Такие соединения есть везде, особенно вот на этих вот скамеечках. Каким образом там высверливали эти цветочки внизу. Как вот здесь вот все эти накладки были. Наверху-то мозаикой потом выложили. Это много ума не надо, чтобы сказать, что это здание было построено исключительно для помолиться, как и второй купол Высаки из золота и ртути. Его никто не видит, но он есть. Там три купола. Ну, наверное, чтобы от дождика надежнее укрыть молящихся из золота. Ага. Акустика. Слушаем акустику. Интересный поток здесь. Насыщенное место. Приезжайте, постойте, не пожалеете. Ну, я уже делал много роликов по поводу того, что такое геокристаллическая решетка, золотое сечение, места силы земли и так далее. Так вот, так называемые церкви стоят на определенных местах и гуляют определенные энергии. До сих пор, кстати, плюс времени нет. Можно почувствовать ту энергетику, которая была в таких церквях, в таких местах до вторжения. И это никак не связано с человечком, распятым на Христе, либо с тем человечком, которого нельзя изображать и так далее и тому подобное. Это просто те энергии, которые были там до потопа, стоячие волны. Времени нет, можно почувствовать и сейчас. Поэтому можно приехать и окунуться в то время, когда все это работало. А теперь самое интересное. Мы видим все, что угодно, кроме... Мы видим цветочки, которые очень сильно напоминают антенны спутниковые, так называемые. Мы видим, опять же, уникальные соединения. Мы видим определенные фрактальные формы непонятного назначения купола. Но для меня понятно, что все это функционально. Когда-то все это работало в геомкомплексе. Случайно у вас здесь нет ничего. Шишечек и так далее. Но мы не видим ничего так называемого христианского. Мы не видим того самого персонажа на кресте умирающего либо умершего. Мы видим все, что угодно. Как сделали вот это вот? Монолитная оградка. Монолитная. Вот это вот все как сделано? Какая фигура вращения? Сейчас это можно сделать? Специалисты по камнерезной обработке говорят, что нет. Невозможно это сделать сейчас, сегодня. Даже по запредельной цене. Потому что нет технологии. Кто-то говорит, что можно взять мячик и миллион человек, и, мол, миллионам человек запустить его на Луну. Нельзя без технологии мячик запустить на Луну, вывести в космос. Нельзя построить пирамиду без технологии. Даже пятью миллиардов человек. Количество тут не переходит в качество. Нужна технология. Чтобы отрезать камень, не нужно 30 человек, 50 человек, 100 миллионов человек. Нужен диск с алмазным напылением. Более твердой. Твердой поверхностью нужно отпиливать более мягкую. Причем камень, вот это должен быть более мягким. Соответственно, нужны алмазные инструменты. Абразив должен быть алмазным. Где брали столько алмазного инструмента? И почему мы, блин, о нем до сих пор не знаем? Вот тут какие-то тарелочки, излучатели. Это же не для красоты. Это некие волны шли от этого. Тут была фрактальная антенна, дальше красная ртуть в этом яблоке. И некие излучения шли еще и в разных станках. И опять же, вот как это отрезали. Так вот, более мягким инструментом на более твердую поверхность невозможно. То есть, грубо говоря, пальцем не отпилить гранит. Даже линейкой, даже железной пилой не отпилить гранит. Сапромат. Азы сапроматом. Никто не говорит, как это сделано. Абсолютно никто. И вот мы почти обошли весь так называемый спас на крови. Везде одно и то же. Даже на выходе. Невероятное качество. Причем из камня ничего не изображено. Вот это вот как поворот делали. Изгиб из монолита. Нудвинь. Законя. Законя. Изгиб Изгиб . Изгиб изng Продолжение следует... Так вот, я обошел по периметру весь так называемый храм Спаса Накрылых. Нигде нет ни одной царапинки. Абсолютно. И то не факт. А больше нигде швов нет. Вот здесь на углах швов нет. Такое ощущение, что вылили именно соединения вот такие на углах и вложили. Швы есть в самой стене, но нет здесь нигде. Поэтому, воины, пишем комментарии, кто что думает. Не знаю, где будет выложено это видео, но пишем, думаем. И до новых встреч, наверное, потому что мы уже завершаем нашу экскурсию в искусство камнерезное в различных бородатых мужиков в лаптях. Это монолит. 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 Единое целое. И совершенно непонятно, как круглые или полукруглые вещи, фасонные, индивидуальные, переходят в квадратные, прямоугольные. Молотки и зубила. Только молотки и зубила. Шлифовали, не знаю, чем. Уже помыслами. Ну, а помимо юмора, действительно, много вопросов. Как делали по технологии? Почему нет в камне ни одного христианского изображения? Хотя, вот, казалось бы, сделай там лик Христа, либо на крестики его изобрази первым делом. Но нет нигде по миру ничего подобного. Ну, и много еще других вопросов и идей, которые мы обсудим, наверное, в других видео. А на сегодня добра и всего хорошего, соратники.